Всем привет! И прежде чем начать, я хочу поблагодарить всех и каждого за вашу поддержку. Вы отозвались на мой призыв в последнем видео. Я не ожидал, что будет такое количество людей, которые нас поддержат и которым понравится идея нашего фильма. И не дожидаясь окончания съемок, которые стартуют на следующей неделе, я решил записать для вас это видео. Это новый формат, который будет называться «10 советов от черного кабинета». Если вам понравится, мы и дальше будем выпускать подобные ролики. Но сегодня я бы хотел с вами поговорить на тему написания сценария. Так как я сам недавно закончил писать сценарий к нашему фильму, который называется «За кадром», для тех, кто не видел предыдущий ролик, я столкнулся с множеством проблем. Из своих ошибок я вывел для себя 10 пунктов, которыми хотел бы сегодня с вами поделиться. Я не претендую на звание эксперта в области написания сценариев. Вовсе нет, мне еще многому предстоит научиться. В принципе, профессия сценариста и режиссера требует жизненного опыта, и обучение происходит в течение всей жизни. Также этот выпуск будет полезен только дебютантам. Если же вы состоявшийся режиссер, сценарист или видеомейкер, смело выключайте видео. Ну а для всех остальных, это «Черный кабинет» и добро пожаловать! Итак, совет номер раз. Пишите в определенное время. Написание сценария – это очень трудозатратный процесс. Я не говорю вам, что нужно каждый день в 14.00 приступать к этой работе. Но задачу, которую вы перед собой ставите, нужно четко формулировать в своей голове. Можно сказать себе что-то в духе «Сегодня с 4 до 6 я буду заниматься только этим и ничем другим». Важно не отвлекаться на побочные дела, не заниматься ничем параллельно. Неважно, где вы будете писать – дома или в кафе. Лично я предпочитаю работать в кафе, так как там я знаю, что мое время ограничено. А как только я начинаю работать дома, я расслабляюсь, чувствую себя комфортно, захожу в интернет, отвлекаюсь на другие дела, пропадает концентрация, вдохновение и сил. Писать сценарий просто не остается. Время пролетает незаметно, а в итоге я могу написать 3-4 строчки. Также, как вы уже поняли, желательно изолировать себя от посещения интернета. Выключить мобильную связь – это хорошо, отключить интернет – замечательно, выбросить телефон – тоже можно. К примеру, Джордж Мартин пишет только овдос, в котором можно только набирать текст. Хотя Мартин не лучший пример продуктивности. Совет номер 2. Обсудите свою идею. Когда я говорю об идее, я говорю как об идее всего сценария, так и об идее какой-то отдельной сцены. Важно найти правильного собеседника, который будет способен вас выслушать и дать вам дельный совет. Не того человека, который будет оценивать ваше творчество и говорить, что это плохо или это хорошо, а того, кто поможет вам развить вашу идею изнутри, кто сможет погрузиться, проникнуться ей и подсказать вам, по какому вектору развития может двигаться ваша история. Он поможет вам выявить недостатки и положительные стороны вашей истории. К примеру, во второй серии «Запретного звука» есть сцена, в которой герой заходит в помещение студии, в которой мы сейчас с вами находимся, и снимает свои очки. В этой сцене нет смысла, так как он снимает солнцезащитные очки, находясь в помещении. Однако, этот жест мне показался смешным и добавил некого пафоса во всю сцену. Я показал свою идею товарищам, с которыми мы вместе работали над этим сериалом, и они меня поддержали. Вместе с ними мы решили идти до конца, добавили слоумо, эпическую музыку, и результат вы можете увидеть прямо сейчас. Совет номер три. Задавайте себе вопросы и отвечайте на них. Когда мы работаем в команде, происходит некий пинг-понг. Один человек задает вопрос, другой на него отвечает, и так развивается история. Как я вам уже сказал, важно найти человека, с которым бы вы смогли сыграть в этот пинг-понг. Но в ситуации, когда рядом вообще никого нет, и вас никто не хочет поддерживать, вы можете эту игру, игру в пинг-понг, имитировать. Задавайте себе вопросы и отвечайте на них. Лично я в такой ситуации беру белый лист бумаги или вот этот компьютер, записываю некоторые вопросы, а потом один за одним отвечаю на них максимально развернуто. Это могут быть вопросы по типу... Важно начать задавать себе эти вопросы. В какой-то момент в голове что-то щелкнет, и вы увидите черную дыру в вашем сценарии, или же нащупаете новый вектор развития истории. Совет номер четыре. Если вы хотите написать полный метр, не стоит писать полный метр. Знаю, звучит странно, но никогда не нужно начинать с чего-то сложного и объемного. Начните с простого, с коротких историй, которые будут вам по зубам. Часто в профессиональной сфере так и происходит. Автор, режиссер или сценарист создает короткометражный фильм, из которого позже вырастает полный метр. К примеру, это фильм «Хардкор». Чем проще будет ваша история изначально, тем объемнее она сможет стать позже. Оглядывайтесь по сторонам. Для того, чтобы начать писать простую историю, нужно для начала посмотреть, что есть в вашем распоряжении. К примеру, декорации. Что вас окружает? Когда мы начинали писать сценарий к сериалу «Запретный звук», в нашем распоряжении были только киностудии, такая как эта, небольшая черная комната, и несколько бюро-офисов. Нам пришла идея, что можно использовать эти декорации и написать историю, которая могла бы протекать в административном учреждении или на киностудии. Не пишите слишком сложно. Позже вы столкнетесь с проблемой, что ту или иную локацию невозможно по той или иной причине получить, и вам придется переписывать свой сценарий. С этими проблемами я уже столкнулся в работе над следующим фильмом, и я не хочу, чтобы вы повторяли мои ошибки. Совет номер шесть. Пишите, ориентируясь на своих актеров. Когда мы только начинаем, найти профессиональных актеров не так просто, особенно когда нет бюджета, знакомств, а ваша история их не интересует. В таком случае ориентируйтесь на ваших друзей и знакомых. Конечно, сложность заключается в том, что они не профессиональные актеры, они не умеют играть, они этому не обучались. Но посмотрите на людей вокруг. В каждом из них вы должны найти положительные качества, их внутреннюю харизму. Каждый человек представляет собой кладезь каких-то эмоций, и каждый человек уникален. К примеру, Бен, с которым мы работаем над черным кабинетом, как вы уже могли увидеть в предыдущих выпусках, в наших выпусках, связанных с тематикой наркоз, он играет некого злодея с непонятной мотивацией. Пока непонятной. Так вот, когда мы начинали придумывать всю эту историю, я увидел, что у Бена есть некое негативное обаяние. Вот что-то есть в его глазах такое, что отталкивает, и я решил это использовать. Я предложил ему сыграть роль негодяя, он согласился, и, по-моему, работает неплохо. Да, он не профессиональный актер, и я это прекрасно понимаю. Однако на начальном этапе, на уровне, когда мы не можем себе позволить приглашать профессиональных актеров, это работает замечательно, особенно на YouTube. Поэтому, когда вы пишете сценарий, и если в вашем распоряжении нет профессиональных актеров, прописывайте персонажей под своих друзей. Находите в каком-то конкретном человеке определенные качества и дополняйте этими качествами вашего героя. Тогда у вас все получится. Прописывайте эпизоды. Когда я говорю «прописывайте эпизоды», я имею в виду «напишите поэпизодник». Поэпизодник — это такой документ, который пишется перед написанием сценария. Это практически то же самое, но только в нем нет диалогов. Почему это важно? Потому что написав поэпизодник, вы увидите уже полную структуру своего сценария, не отвлекаясь на параллельные фразы и диалоги. Часто процесс написания диалогов отнимает очень много ненужного времени. Изначально гораздо полезнее написать структурированный поэпизодник, который позволит вам увидеть вашу историю целиком, сцена после сцены, и вы сможете разглядеть, нащупать эту черную дыру, какую-то невнятную сюжетную линию, непонятную мотивацию персонажа. Пропишите поэпизодник, посмотрите на свою историю целиком, покажите ее кому-то и только потом приступайте к диалогам. Не отвлекайтесь на ненужные фразы и слова. Оформите правильно свой сценарий. Как я уже сказал, важно правильно структурировать свою идею, правильно ее оформить. И поэтому также важно правильно и красиво по канону оформить свой сценарий. Я не буду вам рассказывать о правилах написания сценария. В YouTube вы уже можете найти миллионы таких видео. Но лучший способ понять, как написать хороший сценарий, как его правильно структурировать, как его правильно оформить, это начать читать сценарии. Скачивайте их с интернета на английском, на русском, неважно на каком языке, и читайте, читайте, читайте. Используйте нужную для этого программу. Лично я пользуюсь кит-сценаристам. И пишите, пишите, еще раз пишите. Правильное структурирование сценария, правильное его оформление позволит, во-первых, вам увидеть окончательную работу, начать ей гордиться в некотором смысле, ну, законченная работа — это всегда хорошо. Но второе и самое важное, если вы покажете кому-то сценарий, который хорошо оформлен, у вас появится больше шансов, что он понравится человеку, которому вы его демонстрируете. Ведь ему, этому человеку, будет гораздо проще понять и уловить суть вашей истории, срежиссировать ее в своей голове, если она правильно оформлена. И чуть не забыл. Правильное оформление сценария позволит вам узнать хронометраж вашего фильма, сколько он будет длиться минут и сколько вам потребуется времени на его съемку. Не бойтесь вырезать ненужные куски. Часто первая вещь, которую мы начинаем писать, как только приступаем к работе на сценариях, это экспозиция. И тут происходит подмена понятий. Что-то в нашей голове срабатывает, какой-то рефлекс, и мы начинаем прописывать ненужные диалоги. К примеру, ситуация, в которой два персонажа общаются друг с другом, и начинается что-то вроде «Привет, как дела? Хорошо у тебя, как дела? Ой, присаживайся. Ой, хорошо, спасибо. Ты хочешь кофе? Я не хочу кофе. Ну, как дела у Мэри?» Проще и лучше перейти сразу к фразе «Ну, как дела у Мэри?» Так как все, что было до этого, да, плевать. То же самое и в конце, когда человек уходит. «Ну, все, пока я пошел за кофе, выпью воды по дороге, зайду в магазин, двери там, да, я сейчас...» Все подобные вещи, а диалоги — это лишь пример, нужно беспощадно вырезать. Не цепляйтесь за свое творчество, не цепляйтесь за некоторые строки. Иногда, когда я пишу сценарий, я могу увидеть, что даже целая сцена полностью не имеет смысла, так как зритель, который ее посмотрит, потом увидит на экране, он ничего из нее нового не подчерпнет. Она ему ничего не даст. Информация, которая транслирована в той или иной сцене, просто, возможно, будет ему не нужна. Зритель не глуп, не нужно его недооценивать. К примеру, возвращаясь к сериалу «Запретный звук», а точнее к первой серии, ближе к концу этой серии Франсуа, мой друг, который эту серию режиссировал, решил вырезать один небольшой кусочек. Это вот эта сцена. Мотор. И... Аксио! Как вы видите, он сделал замечательный переход. Ведь нам, как зрителю, совсем не важно было смотреть на то, как протекает съемка и как работники убирают свои декорации. Один план, одна срезка, и мы получили нужную нам информацию. В этом смысл. Следить нужно только лишь за тем, какую информацию получает зритель и нужна ли ему дополнительная. И совет номер десять. Не бойтесь переписывать во время съемок и монтажа. Что я имею в виду? Существует три этапа написания истории. Это классическое написание самого сценария, позже написание режиссерского сценария, ну и в конце это монтаж. Каждый из них одинаково важен. Не цепляйтесь за свои слова. Если вы видите во время съемок, во время читки с актерами, к примеру, что тот или иной диалог не работает, актер вам предлагает что-то лучше и интереснее, то переписывайте эту сцену. Переходите, переделывайте. Фильм — это такая штука, которая эволюционирует со временем. От вашей первой начальной идеи может совсем ничего не остаться по выходу. Но у вас получится такой же хороший фильм. Со мной такое случалось во время монтажа. Бывало, что я вырезал сцену за сценой, и так по финалу было даже лучше. Не цепляйтесь за буквы. И дополнительный бонусный совет. Никого не слушайте, создавайте свои собственные правила. Если вам были полезны мои советы, хорошо, если нет, ну и не важно, работайте, творите, уделяйте много времени саморазвитию. Окружайте себя талантливыми людьми. И тогда все у вас получится. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, посмотрите наши прошлые видео. Ну а я надеюсь, что эти 10 советов были для вас полезными и интересными. Если это так, то до встречи на следующей неделе. С вами был ваш... ЧК. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok